Так, начинаем наш очередной семинар. План у нас примерно такой, первое выступление, как мы объявляли в прошлый раз, нас гасят за знобом Владимир Михайлович. И тема его лекции – это «Человечество – это мужчина, женщины и дети». И после этого, если у нас останется время, немножко Владимир Павлович расскажет о своей поездке в Севастополь и я несколько слов о сегодняшнем мероприятии. Вот такой план нашего сегодняшнего семинара. Представляю слово Владимиру Михайловичу. Здравствуйте, товарищи! Я рад вас видеть в новом зале, более просторном по сравнению с тем, в которых мы встречались два месяца назад. Ну и вижу очень много новых лиц, что тоже приятно. Значит, концептуальная информация пропускает через себя довольно-таки широкие социальные круги. Но тема сегодняшней лекции и беседы, она вообще несколько необычная и, я бы сказал, даже опасная. Опасная в том смысле, мы вообще часто трогаем темы, которые как бы витают в воздухе, которые как бы понятны всем, о которых большинство из вас так или иначе думает, не имеют так или иначе представления, на обсуждении этих тем вы не увидите ни в тех депрессии, ни на радио, ни на телевидении. Итак, тема названа. «Человечество – это мужчины, женщины и дети». Ну, фраза, в общем-то, может быть и банальная, но мы сегодня будем говорить о политике. И каждый из вас знает, что прежде чем политика становится… Я знаю, женщины сегодня, да, по-моему, да, подавляют. Вот мы развернули. И женщины, поскольку у нас все-таки больше половины человечества женщин в среднем, вообще не изменяется, а тем не менее всякая публичная политика как бы оглашается в основном мужчиной. Хотя, когда проскальзывают отдельные политики женщин, как вы знаете, Мигера Ганги, Маргарет Тейпчер или вот в Турции, в Сан-Су-Черер, то они всегда будут как бы некоторым исключением. Вот что же такое же некоторое исключение? Что нас ждет впереди после смены логики социального поведения или в период смены логики социального поведения? И в какой цивилизации мы реально живем? Сегодня я постараюсь изложить материалы наших исследований этого вопроса, то есть той аналитической группы, которая занимается этим небезопасным вопросом. почему-то безопасным, вы увидите дальше. Ну, я могу только перечислить примеры, когда, прежде чем общественная и публичная политика становилась понятной большинству, ей предшествовала некоторая, ну, может это грубо сказано, постель по-домашнему. Вот из истории. Адам Яцкевич имел любовницу, которая находилась в содержании третьего отделения его канцелярии, его императорского величества. И регулярно докладывала и туда, и сюда. Значит, все вы знаете, что из истории, что жена императора Николая II, последний российский император, обвинялась в массовом таком сознании, что она агент вообще-то не одной, а многих, но прежде всего немецких разведок, там массово и так далее. После того, как стала доступна переписка Александра Федоровна, Николая Александровича, то многие данные подтвердились. Ну, один из членов политбюро, Медведев, как-то заявил, что Михаил Сергеевич Горбачев – это одно, а вот Раисе Максимовне Николая Сергеевича, совсем другое. А Горбачев, прямо говоря, еще ни одного политического решения он не принимал без Совета Совета Максимовна. Последние данные, которые опубликованы в прессе, не знаю, насколько они достоверны, но тот случай, который произошел с так называемым скандальным полмиллиона долларов, когда служба безопасности президента Лисовского и Естафьева схватила, то всю ночь, так об этом сообщает газета «Совершенно секретно», и интервью дает Стрелецкий, это правая рука Каджакова, Нарина Иосифовна оказывала колоссальное давление на Барсукова, что он к концу ночи сказал «Хорошо, Нарина Иосифовна, я завтра же утром подам проходит об отставке». Ну, такие, будем говорить, получается, что так, толпа выбирает общественную политику, но не их жоп и любовь. Тем не менее, как мы видим, во многом они определяют то, как строится общественная политика. Ну, а теперь из истории чуть дальней. Вот о Сталине было много разговоров, что Сталин имел в любовницах розу Кагановича. А Каганович утверждает, что никогда у него была там действительность и Сталин, и даже близким ничего подобного не было. Мы, исходя из тех документов, которые сейчас имеют, мы просто даже и мысли не допускаем, что такое было. А вот почему Надежда Аллилуйева перестала быть женой, нам теперь это понятно. И потом я это постараюсь объяснить, исходя не из каких-то сплекет, а исходя из понимания общего количества. Или знает ли из вас кто-нибудь, что очень серьезный политик в Северном штабе, который фактически пережил многих президентов, и никто не мог оказывать на него давление, это был Эдер Гулер, глава федерального бюроасследования. Он, да, всю жизнь был холостой принципиально. И мало кто из тех документальных источников, в фильме так давно показан, по-моему, в прошлом году, сводил это к тому, что женщина не могла оказывать на него, как на политику, какое-то давление. Но зато он элементарно давил и Рузвельта, и всех ведущих президентов пост. То есть вот получается такая картинка. Ну, если заглянуть в более далекое, в прошлое, начиная там с Библии, это Адама и Еву, что не будем троллить так делать, Адама, это отдельный разговор. А вот эсфирь сумела построить так, что персидский царь фактически уничтожил всю управленческую еду Персии. А картинку многие из вас видели, югид с головой Алафера. То есть у Пушкина есть еще и стихий на эти темы. Как удалось женщине, главного и начальника, как сердце, царя фактически, заманить и отрубить ему голову, это тоже очень большая и интересная тема. Ну, и такая широко раскрытая тема, она часто освещалась в прессе, это Клеопатра, которая, вы знаете, Пушкин египетских начал, когда трое мужчин согласились даже на смертную казнь ради того, чтобы разделить ложатку с египетской царицей. Ну, а как обстоит вообще дело, я вам пока даю такой общий план, потом мы будем делать вывод. А как вот обстоит дело в церковных иерархиях? Они ведь занимают определенное место в управленческих структурах. Согласно вот этой схеме они работают на идеологическом приоритете. А так обстоит очень по-разному. Ну, например, в католической церкви верховным иерархам запрещено иметь жонку. А чем это сопровождалось? Развратом и постельными интригами римских палок. Об этом в литературе достаточно много информации. Ну, у православных иерархов разрешено иметь семьи. В иудаизме считается, что если не иметь семью, то он должен заниматься тем, чтобы просвещать народ. Но мы в то же время имеем и определенную тоже структуру, как Далай-Лама, где управленческие структуры фактически шли по нашему от церковных структур, они были в состоянии безбрачия. Вот такое очень по-разному. Ну, а если говорить о начальнике ислама, Бухаммад, то жена была его значительно старше, Хадиджа, но поддерживала его и духовно, и материально. Это вот в религии, а как в науке, но вы знаете, что вот есть такие тандемы, как Кюри, муж и жена, которые смогли сделать большой шаг в науке только благодаря вот такому тандемам. Ну и рерихи, можно иметь, они тоже фактически, хотя их наследие не однозначно нами воспринимается, тем не менее, вот письма Елены Ивановны говорят о том, что она во многих вещах понимала больше, чем ее муж. Но теперь посмотрим, как же все-таки, вот ежели публичная политика запрещалась, она запрещалась в истории женщинам, то есть считалось, что вот женщины они неполноценны, во что это выражалось, во что это выливалось. Но вы знаете, что в Древней Греции в Винске тут гетеры, только не путь, гетеры это не древнейшая профессия, проституция, это куда более сложное явление. Очень похоже на то, что в Японии, в Институт Гейджи. То есть это определенная в нашем понимании субкультура, которая возникала в результате того, что женщину не допускали до возможности участвовать в политической жизни общества. Поэтому возникала такая субкультура. Ну, все из вас, кто читал роман «Война и мир», помнят, так называемую «Хозяйку салона» Елена Безухова. Вы знаете, что он никогда… Вообще, вот это, что ли, движение или как субкультура «Хозяйка салона», она была свойственна западной в основном культуре. То есть женщина из аристократических кругов собирала у себя дома дипломатов, министров, военачальников, ученых, писателей. И в ее задачу входило регулировать аккуратно отношения между людьми, чтобы не возникали конфликтные ситуации, чтобы вовремя была подана та или иная реплика, кроме, конечно, обеда, там чая и так далее. Вот такой институт «Хозяй салона» «Хозяй в салонах» не было в истории. Говорит о том, что вот это было нечто, что мы назвали субкультурой, как понимаете, субкультурой мужчин. Ну и для того, чтобы теперь вот понять, а что же это все значит в развитии человечества, я хочу обратить ваше внимание вот на этот график, который я здесь нарисовал. На нем показано соотношение устремлений мужчин и женщин во времени, причем через нормальное распределение. Вот это показано нормальное распределение мужчины, а вот это женщин. Я понимаю, что сейчас вам не сразу это понятно, но я все постараюсь приснивать. То есть женщины, как правило, заняты, это естественно, это объективно, природа через деторождение больше, чем сегодняшний, через рождение, воспитание детей. Поэтому большинство из них, это не значит, что все, но большинство из них зациклены больше на краткосрочные какие-то прогнозы. То есть сюда, вот я выделил так называемые настоящие, сюда входит память о какой-то фактологии, ну две недели до и две недели после настоящих. Это те люди, которые живут действительно настоящим. Мужчин поменьше, тоже есть, но женщин побольше. И если говорить об иерархии, а мы имеем в иерархии инстинкты, разум и интуиция, то вот на этой диаграмме это просматривается следующим образом. Инстинкты в основном сосредоточены здесь, люди, которые живут сегодняшним днем. Для них устремления, долгосрочные устремления тех, кто их называют консерваторами или ретроградами, непонятны, но тоже непонятны и тех, которые имеют некое долгосрочное понимание того, что может произойти в обществе будущем. Поэтому, если рассматривать вот эту диаграмму, ее надо рассматривать в целеустремленности определенных социальных групп на будущее, прошлое или настоящее. Поэтому вот полная функция распределения, она вылезает. Так что нам удалось вот через это выяснить? Вот выясняется, что в выборах сейчас, в выборах участвует большинство, почти две трети женщины принимают участие и только одна треть мужчины. Вот это соответствует этой диаграмме. То есть, вы обратили внимание, например, что рейтинг Ельцина на начало года 96-го составлял 5%. Как удалось раскрутить? А у Зюганов был порядка 25% максимально. Да, конечно, подтасовки, все там имело место, но никуда не денешься. Все-таки уже к июлю, то есть за полгода был раскручен рейтинг, а за счет чего? Что удалось фактически это выиграл не Ельцин. Это выиграли те, кто создавали образ Ельцина. Вы знаете, что были приглашены специалисты из Соединенных Штатов, что возглавляла во многом эту компанию Татьяна Киченко, дочь Ельцина, которую теперь сам назначили. Фактически главный по имиджу президента, какой там имидж вы все это прекрасно видите. Но именно благодаря тому, что сознание вот этой группы людей зациклено, что там обещал Ельцин, например, в 91-м году, чего он не выполнил, они забыли сразу после того, как он начал обещать что-то новое. И тут же забыли это, как только выборы закончились. Вот эта группа, эта группа, она не забыла ни что обещал Ельцин, и эта группа не ходит на выборы вообще. Но это очень маленькая группа. Это 3-5 процентов здесь и здесь. Если те, кто занимаются теорией вероятности, знают, что вот это и есть стандарт обеспеченности. Не знаю, чем бы ни занимались мы в понимании статистики теории вероятности, вот это стандарт обеспеченности. Вот именно в этой группе, ну в этой группе ретрограда, это то, что более думаем, живет там информация времен покорения Крыма. То есть они хотят протащить в будущее то, что было в далеком прошлом, там, десятилетиями, столетиями. Но, чтобы оценить эту информацию, надо включать разум. Ее невозможно оценить просто без включения разума. Инстинкты, инстинкты в этом плане либо подавляет разум, то есть разум обслуживает инстинкты, либо разум контролирует инстинкты. Вот вы теперь посмотрите на себя, на свою жизнь и вспомните, где, когда происходило так, что ваши инстинкты подавляли разум, когда эмоциональный всплеск у вас заглушал голос разума, а где, наоборот, разум мог контролировать ваши инстинкты. Если посмотреть на статистику массовых явлений, женщин здесь, конечно, большинство. Но в этом нет явления никакой женщины. Я прояснил ничего. С момента зачатия и с рождения женщина завязана на ребенка. Причем как в духовном, так и материальном плане. Не мужчина в нашей группе 9 месяцев. Вот эта вот духовная связь с ребенком, она продолжается очень длительное время. Но она может продолжаться вообще не только до совершенной лети, дитя, но и даже когда он вступил в возраст 25-30-50. Мать остается матерью. Как этот процесс контролировался во времена, когда мы не были цивилизованной страной? В семье было много детей. Рождается ребенок. Рожали женщины либо каждый год, либо через год. Пока полдоношение не было место. Рождается ребенок. Мать год-полтора. Действительно, всем своим материнским инстинктам не только опекает, она и дает на ребенка. Но через какое-то время, там в два года или в три, у разных. Рождается следующий ребенок. Это было не только в бедных, но и пока в семье. Вы знаете, у Льва Толстого было только. Кажется, где у детей. И мать переключается на следующего ребенка. А что тот? Она получает возможность свободы развития. Под воздействием объективных факторов, которые существуют в информационном плане. И поэтому, уже не говоря о том, что каждый последующий в какой-то мере участвует в воспитании тоже. Каждый предыдущего. То есть идет вот такой процесс гармонизации воспитания. И мать до поры до времени остается уважаемым членом семьи. Она остается матерью, почитаемым хозяйкой дома. Что происходит теперь, когда два ребенка, это уже семья многодетная. А норма один ребенок. А теперь мы уже имеем много бездетных семей. Вот этот объективно-биологический инстинкт, который реально существует. Он оказывает колоссальное давление на одного ребенка. Вины матери в том нет. Она действует. Почему? Потому что в психике есть два уровня. Генетический уровень психики. Это то, что нам передается как мы не просто люди, мы еще и вид. Тома Сапиенс. Да, мы должны стать разумными, но очень трудно от этих инстинктов избавляться. Так вот, вот эта генетическая, есть еще культурная или социальная составляющая. Они, конечно, во взаимодействии развиваются. Но с генетической составляющей, то, что вот здесь показано, теперь вам понятно, почему эталонная чистота генетической времени, вот мы только теперь подошли к этому, через возраст матери при рождении первого ребенка. Так вот, если ребенок в семье один, то он остается для матери ребенка и в 12, и в 17, и в 25. А мы видим таких 50-60 лет, которые так остаются на континенте. Это есть издержки той культуры, в которую мы вступили в определенный период развития цивилизации. Это библейская культура, культура Запада, которая к нам нормально сейчас приближается. Но есть вторая сторона, это куда более опасно. Человечество, как биологический вид, как множество из видов, одна из главных задач его поддерживает через рождаемость, рост популяции и распространение этой популяции. То есть это объективная вещь. Ну а теперь посмотрим, когда мы с вами говорим, что культура, культурная составляющая, социальная составляющая стала фактором давления среды. Вот это культурная составляющая. То есть мы говорим об эталонной чистоте биологического времени и об эталонной чистоте социального времени. Вот это есть все, что вся информация вне генетической, это культура. И поскольку культура у нас глуполая, вообще-то говоря, у мужчины есть свои особенности, и у женщины есть свои особенности, то культура как искусственный фактор среды, что очень важно, создаёт и свою бесполую культуру. Это не есть объективное порождение биосферы. Это есть искусственное порождение культуры. О ком я говорю? Я говорю об извращенцах. Это домосеки и прочих. Потому что они неплодоносны. И они продолжают сейчас наращивать популяцию неплодоносных. Что это такое? Это человечество вступило в борьбу вот таким образом через культуру с биосферой. Биосфера изначально, потенциально, все виды должны быть плодоносными. А посмотрите, что творится. Во Франции разрешены брахи между массами. Вы что думаете, что виктюк – это просто так? Туда бросаются огромные деньги. Элита вся пускает слюна к этому делу. Именно в элите зарождается. Элита действительно формирует культурные составляющие. И там культивируется вот этот паразитизм на плодоносящей биосфере. И на человеческом целом. Потому что ресурсы, которые требуются для воспитания детей, тратятся изначально на паразитов. Ну, многие скажут, ну так что же их уничтожать? А вот человечеству и придется решать эту проблему. Потому что ведь разные были подходы. Когда я им описал ситуацию, что толпа выбирает общественно-публичных политиков, но она не выбирает ни в жен, ни в любовность, а они, тем не менее, очень много влияют на эту политику. Я просто приведу даже несколько примеров. Есть такой пример из Бориса Палеолога, из его воспоминаний. Это посол Франции в России перед революцией. Он описывает его встречи на одном из подъемов с Анастасией и милицией, кажется. Это две сестры Черногорки. Анастасия, жена Николая Николаевича. Это должен быть, ну, будущий главнокомандующий войсками. Это перед началом войны, 1914 год. Ситуация напряженная. И она пишет, Анастасия, своей там подруге. Ты представляешь, что нас сейчас ожидает... Вот мой папа, он король Черногории, сказал, что на приеме сейчас французского премьер-министра и президента Франции будет играться лотаринский марш. Войска будут идти под лотаринский марш. Я держу там город с земли у себя. Какой-то там еще чертополох какой-то из лотаринки. Помните песню Светлова? Гренадо, Гренадо. Откуда у хлопца испанской грусть? Вот если эти воспоминания прочитать, то получается, что в женских кругах она описывает, что мы захватим лотаринки, мы сокрушим Германию. Ее не будет, а войны еще нет. Но в женских элитарных кругах причины складываются. Что уже давно решено быть в войне. И где следствие для причины. Как Николай Второй вляпался в эту Первую мировую войну, о которой его предупреждали очень многие. И Григорий Ефимович Новых Распутин не вступает, сам покинешь. И какую роль играли в этом вопросе женщины. Что черногорки до лотаринки. Это вопрос серьезный. Но многие могут подумать. У нас, я слышал такие заявления, смех рали. Так что же, как только публичный политик становится выбран, надо ему одно место отрезать, положить в жидкий азот. И пока он миссию свою не исполнил. Доктора у нас сейчас это потом. Все восстановили. Было. Иконовалы были. Вы знаете, что империи на этом целые. Я имею в виду Османской империи. Где евнухи, которые руководили гаремами, фактически становились первыми из евну. По султанам. Занимали крупные политические последствия. Ну и что? Рухнули такие державы, как крупнейшие державы мира. То есть, нет. И это не выход. Поэтому я вам пока только обрисовываю проблему. И проблему это очень и очень серьезно. Если двигаться по этому дальше, то мы придем к очень интересному выводу. Когда мы стали вот рассматривать массовую статистику. Вообще, конечно, я понимаю, ребенка это очень интересно. Он не может воспринимать даже эту информацию. Он ему тяжело. Потому что далеко не каждый взрослый готов сейчас воспринимать эту информацию. Как же происходит давление женщин? Я говорю, они осознаны. Через очень многие факты. Вот когда мы работали над этой темой, мы заинтересовались институтом моды. Что в видах, в любых животных видах, является главным между мужской и женской особью. Привлечение женщины в женской особи, там, мужской, или наоборот. В общем, раскраска, перья, там, всевозможные. Что мы наблюдаем сейчас? Институт моды. Что это такое? Это нормальное привлечение мужской особи. И вот интересно, когда мы работаем над этой информацией, вдруг сообщение об убийстве этого Версача. Кстати, Гомосера. Что такое, если посмотреть на этот институт мод, что разве в том, о чем они ходят и двигаются, разве это женщины одевают в повседневную жизнь? Ничего подобного. Это действительно проявление вот того межвидового, что ли, межвидовой борьбы, которая существует, и которая не должна существовать в человечестве. То есть, есть порнодействие, а есть, будем говорить, не порнодействие, а есть нормальное, хорошее отношение, как их назвать, назовите сами. Чем отличается порнодействие от того, когда мужчина просто или женщина нормально обысится? Отличается только, что порнодействие направлено на группу. А я не могу вспомнить слово, оно латинское. Принус. А? Эрос. Речьится по слову эрос. Так вот, эрос отличается от порнодействия тем, что эрос всегда направлен индивидуально. А вот порнодействие, когда манекенщицы выходят, и сейчас они уже дошли до полного множения, это самое нормальное порнодействие. В чем еще проявляется это? Ну, вы знаете, что у животных борьба за территорию. Вот, животные всегда, чтобы за лучшую территорию. В чем проявляется, вот именно, я не хочу здесь упрекнуть женщин, это просто объективный, инстинктивный. Это то, что инстинкты подавляют разу. Вот приведу пример, сейчас широко освещается работа Билла Гейтса. Знаете, кто это такой? Это разработчик программ Майкрософта. Сейчас опубликована довольно интересная статья, написана она женщине, Анастасия Матвеевна, о том, что Билл Гейтс рвется к центру мировой паутины. Ну, а что в центре мировой пауки? Мировой паук. По нашему это есть глобальный паук. Чем занимаются Билл Гейтс? Он формирует программы, программное обеспечение для персональных компьютеров. И мощности персональных компьютеров нарастают как раз по мере того, как нарастает программное обеспечение, а не наоборот. И в статье приводится, что Билл Гейтс использует так называемый прием Наполеона. Наполеон использовал человеческие слабости. В чем проявляется человеческая слабость? Здесь он описывает очень точно, проявляется в том, что любой человек в сфере своей узкопрофессиональной деятельности, он верит не просто словам, а каким-то разумным логическим показателям. Но как только он выходит за сферу узкопрофессиональной деятельности, то у него происходит что-то вроде мозгового разжижа. Как все воспринимают телевидение? В телевидении мы смотрим, почему именно через телевидение в подсознание сгружается огромный объем информации. У нас есть шесть рецепторов приемных информаций. Зрение, слух, обоняние, связание. Но 95% информации собирается через телевидение. И вот сегодня, только перед встречей с вами, у меня происходила беседа на эту тему с автором передачи «Третье глаз», где он приглашал к участвованию в этой передаче. Я его спрашиваю, а почему вас персоны интересуют? А вот нам интересно вот это все. Я его спрашиваю, вас содержание информации интересует? Нет, нас интересует, кто подает информацию. Ну, пришлось ему рассказать анекдот. Что вот приезжает один еврей в Одессу с кучей, как всегда, чемоданов. Его встречает частная машина. Водитель спрашивает, вас отвезли? Он говорит, а вы такси? Он говорит, к вам ехать или шашечки? Вот примерно я ему говорю, так что вас сейчас интересует? Личность, которая доносит информацию, либо содержание самой информации. А он прямо, то есть он участник вот этого мозгового разжижа. Он говорит, что, а мы делаем так, что зрители сосредоточивают все внимание на личность, и содержание как бы само собой. Вы что, само собой, бездумно? Да, бездумно поглощается. Поэтому нам нужен человек, который был немножко гипнотизирован. Он прямо это не сказал, но помолчает об этом и может идти речь. Поэтому, вот, если говорить об этом феномене, который описывается в связи с Берлингейцем, то там получается так. Вот сейчас весь мир наводняется компьютер. Это довольно дорогостоящая вещь. И затраты ресурсов. Получается так. Появилась новая программа. Она требует вместо четырех мегабайт восемь. Человек, вроде бы, с компьютером в четыре мегабайта мог работать. Но его притягивает эта новая программа. Он бежит покупать новые. Тратит большие деньги. И тем самым фирма, которая фактически разрабатывает компьютеры, и фирма Майкрософта, которая обеспечивает программное обеспечение, запущенный сейчас в такое, как белка в колесе, они крутятся, перемалывая ресурсы, даже не понимая, собственно, к чему все придет. А придет, он говорит, это маркетинг. То есть вот это рынок. А рынок смотрится так. Сейчас самое главное, он прямо говорит, чтобы покупатель всегда хотел купить вещь. Чтобы вещь оставалась на рынке как можно дольше. Вы все видите это по шампуне. Вначале просто шампунь, потом шампунь с провитамином, потом шампунь с кардамином, потом шаутом и так далее. Вот хочется попробовать, и это все крутится, но это огромные ресурсы. Как остановить, Запад это не знает. И Белгейц такой же не понял этого. Но даже сам Запад говорит, если бы сейчас, когда на Земле почти 6 миллиардов на Земле, уровень потребления всех продуктов и всех к этому стремятся, был такой, как в Соединенных Штатах и в странах Семерки, то всех ресурсов планеты даже не хватило в 1025 году. Конец цивилизации. И вот они запустили это белящее колесо, они сами потеряли причинно-следственную связь, не знают, как остановиться. Как женщина через это? А посмотрите, вы сами. Ну, здесь не очень богатый народ, я это понимаю, входят сюда, но мне приходится общаться с тем кругом, который у нас сейчас в 10% входят. Они уже не в состоянии остановиться. Мебель еще приличнее, как жена. А почему у этого есть, а у нас нет? Давай купим. И он невольник. А почему у этих есть, а у меня нет? Машина как? На Жигулях, чем плохо есть? Вы знаете, на марках. Все, нас уже в этот маркетинг включили. Но ведь это, если говорить, особенно в квартирах появляется, Евростандарт, там все, рамы другие, все должно быть другое. Я хочу, как они. Мы совершенно будем не задумываться об этом, к чему Аси все захотят. Это никого не интересует. Это инстинкт, который подавляет разум. Все здесь. Сотнести вот с тем, что впереди, продумать, как было тут, чтобы все это было неразрывно, не позволяет. Инстинкт давит разум. Ну, а в статье, правда, в этой есть журнальный эксперт, он натуралитарный. Там есть интересная, ну, такая заявка, что вот, на пути к центру, всемирному центру Пукины, может появиться дубина русской войны. И только мы не знаем, что это такое. И это остановит и Билл Гейтс вообще весь этот мировой маркетинг спасет. Мы вот чувствуем, но что это такое, мы не можем изъяснить. Изъясняем, что это такое. Те, кто не читал, понять будет трудно. Но я, чтобы было понятно, что впервые с этой информацией столкнуться. Значит, мы имеем приоритет обобщенных средств управления для информационного оружия. На первом – это информация металлогического, мирозрительского, на втором – это информация хронологического, исторического. Здесь фактологического – технологии, религии, идеологии, – это информация о средствах платежа. Вот то обычное вида оружия, о котором вы имеете в виду. Где работает Билл Гейтс? Вот здесь. Технологии, он на третьем приоритете – манипулирование общественным сознанием. Он из разработчиков технологии манипулирования общественным сознанием, или идеологии. То есть, это форма, а вот это – содержание. Фраза Ключевского очень серьезная. Христос дал истину жизни, но не дал форму. Почему мы нашу работу назвали «Мертвая вода»? Потому что в ней через подсознание, прямо говорится, написанное слово «мертвое». Как что-то мы записали, вот оно так. И остается надолго, пока мы не будем переписывать другие. «Мертвая вода». Вот «живая вода» рождается в конкретном общении с людьми. Меня часто спрашивают, можно написать «мертвое». «Живую воду» нельзя. Хотя сухие пытаются это делать. Они прямо говорят. Мы против всех религий. «Мертвая вода». Потому что любая элита – это вот здесь. А сухие работают вот здесь. При что же за дубина народной войны, которая ожидает из России, может проявиться на пути к центру «Всеверной пути»? И автор статьи говорит, что мы можем тогда с западом сыграть наравне. Не будем мы с ним играть. У нас совершенно другая задача. Мы поставим «дебилов» на место. Потому что «бил» с приставкой «деб» получается «дебилом». Он хоть имеет 20 миллиардов в год дохода, он все равно зациклен. Вот в этом он не может вырваться. Почему? Потому что ему недоступно, он никогда не будет оценить вот эту информацию. Чем сейчас занят «Билгейт» и всякие технократические верхушки запада? Они создают мировую сеть интернет. Они наращивают компьютерные мощности. когда можно будет весь мир фактически информационно объединить. Пожалуйста. Мы с этим согласны. Работайте, ребята. Нас это вполне устраивает. Ведь все программные обеспечения «ДОС», «ВИДОС», «ВИДОС», «Оболочки». С компьютерами знакомы – это оболочки. Но там нет содержания. Билгейцы не могут так. Как только они завершат, они на стадии завершения этой всемирной программы интернет, мы им и вставим в оболочку содержательную информацию первого приоритета через достаточно общую теорию управления. Что такое достаточная общая теория управления в этом плане? Об этом я чуть скажу ниже. Но если говорить вот о периоде до смены логики социального периода, до смены отношений к тому же чистоту и после смены отношений к тому же чистоту, то вот это полуживотное состояние человечества. Настоящее человеческое существо начинается вот только сейчас. Мы имеем данные, занимался такой Григорий Месеевич, астроном вместе с Шкловским, они оценивают возможность стабилизации численности населения в земных шарах. А это выход совершенно новой культуры. Как они сделаны? Они построили за 300 лет данные, которые с 1650 года по 1550 год были наиболее достоверные данные о численности населения Земли. И там получилась вот такая гипервола. То есть к какому-то периоду времени, они подсчитали в 2035 году, значит, ну это если Э, должно быть на насыщение, что-то здесь должно произойти в 2035 году. Они взяли, ну у них здесь вот точки какие-то есть, они перестроили в логарифмической шкале вот это время, Т, а здесь достроили Н, а единицу на эту. И у них получилась вот такая зависимость. Она линейная. Сюда все точки очень хорошо уложились. И что они увидели в 2035 году, что-то произойдет. Они не знали. Работа написана в 1968 году. А что мы говорим? Смена отношений того на число закончилась вот где-то здесь, в 45-50 году. Нужно три поколения, чтобы завершился процесс смены логики социальных людей. Вот независимо от нас, а не раньше нас, пришли к такому выводу, то есть произойдет, а вот что, что это и есть самое интересное. Так вот что, когда мы стали внимательно оценивать всю фактовольную, которую частично я только разгрузил, а вы видите сейчас особенно, ясно, раньше просто это не замечалось, а теперь это очень хорошо заметно, то мы пришли к очень неожиданному для нас всех выводу. Я его сейчас вам сообщу, что несмотря на то, что декларируется на уровень сознания, по крайней мере в цивилизации западноевропейской патриархат, на самом деле на уровне подсознания в нашем обществе доминирует матриархат. Это кажется невероятно, но тем не менее, тем не менее, каждый, кто начнет проверять себя через поговорку русскую, «Никто не герой перед своей женой». А есть такой анекдот, как один король, видимо имею в виду это, сказал, «Собрал всех мужчин в свое королевство, королевство было маленькое на площади, сказал, а ну-ка я сейчас проверю, кто не боится, кто боится своих жен слева от меня, а кто не боится справа». Все мужчины встали слева, и только один справа. Король, была задача, говорит, «А ты чего? Не боишься жены, что ли, своей?» Он говорит, «Ужасно боюсь». «А почему же ты сюда встал?» Она мне сказала, «Ни в коем случае, не будь там, где много мужчин». Это вот все подсознание. Но есть еще, что иллюстрирует вот эту обличку. Ведь русские пословицы, поговорки, они из подсознания несут информацию. Смотрите, только опять, не старайтесь, в моей информации я вам даю просто объективную информацию, не воспринимать болезни ни мужчин, ни женщин. Наша задача объективно осмыслить, что-то происходит в нашем обществе и перед чем мы стоим, о чем в сегодняшней политике даже не думают. «А женщине волос, долг, а ум короткий». Так? Вот оно. «Волос, долг, а ум короткий». А у мужчин, русский мужик, с задним умом крепок, ретрограф, всегда оценивает что-то там уже, когда произошло. А никто тоже, знаете, такой, очень характерный, как мужик там у барина на обеде был, и барин его спрашивает, «Ну что ты тут расслюнился, там что-то жаловал?» Ну, мужик сидел, опустил голову. Прошло дня три, в другом дома сидит, у нас там все же нет. «Чего-чего?» «Да ничего!» Вот это все говорит, что в подсознании та информация, которую я прописал, она имеет реальное место. Но в этой иерархии что очень важно еще? Давайте разберемся. Этот удар, настоящие инстинкты, в прошлом разум оценить можно. Если человек задумывается о фактологии прошлого, пытается анализировать, увидеть причинно-следственные связи. Вот тут вот интуиция. И что же такое интуиция? Каждый из вас с этим сталкивался в жизни. Это та информация, которая к вам приходит, но она вам непонятна. Вы действуете, как говорят, по наитию. И тогда встает вопрос. Разум, он может вам разъяснить со временем, если вы сонесете информацию, полученную интуитивно, с тем, что в прошлом, и оценить тогда, почему вы в настоящем совершаете те же поступки. Либо вы отторгнете интуитивную информацию. Откуда информация интуитивная? Она приходит к вам из эгрегора. Все мы замкнуты на тот или иной эгрегор. Что такое эгрегор? Ну, я, по-моему, на прошлой лекции не слышал, рассказывал об этом. Ну, это, если вот индивидуальный компьютер. Есть компьютерные сети. Мощность компьютерной сети всегда выше мощности индивидуального компьютера. Вот, если это реально присутствует, то с человечеством то же самое происходит на полевом уровне. И эгрегоры живут дольше, чем один человек. Наша мысль, сенсорика что ли наша, она никуда не уходит. Вот, вы прожили жизнь. Все, о чем вы думали, и о чем даже не думали, все это загружается куда-то. И мы, каждый замкнут на тот или иной эгрегор. Поэтому эгрегор может быть библейский. Это куда и иудаизм, евангелие. Вот, тор и евангелие. Христианский, без давления иудаизма, без давления иуда. Иудейский, коронический, исламский, марксистский. Вот, в России был очень силен марксистский эгрегор. Вот, три поколения, три поколения, здесь фактически, были под давлением этого марксистского эгрегора. Не забывайте, 20 миллионов членов партии. Да, маркс, они может не все читали, но в политинформациях участвовали. Плюс их семьи, это минимум 50 миллионов на 300 миллионов человек. А теперь возьмите Китай, где тоже с Марксом до сих пор разбираются. То есть это довольно мощный эгрегор. Вот, в России он сейчас разрушается. Почему? В России происходит осознание, что марксистский эгрегор – это только составляющая библейского эгрегора, но приспособленная для России в наибольшей степени. Даже в Китае он не пережился вот так, как у нас. Но он сейчас завершает свое. Что рождается здесь? На что замкнутая? Вот в этом плане основная часть не только здесь, но эгрегор рождается здесь. Люди, когда думают о будущем, интуитивно что-то схватывают, во своей мысльной деятельности они формируют его. Мы предполагаем, что на Пушкину. Пушкину – это действительно явление особенной русской жизни, о которой Бог сказал, я этим нам лет через 200 в виде определенного нового человека. То есть вот через два поколения, а через семь поколений, если считать, как Пушкин начал свою творческую деятельность, в отличие от Маркса, почти с самых детских времен, мы знаем, в каждой семье есть хоть один, но тот и Пушкин. А многие даже полные собрания с членами. Это не каждый Маркс с его капиталом, который надо заставлять читать усиленно. Это несколько иное. Потому что Пушкин никто не читает с особым напряжением. Но особенность Пушкина заключается в том, что все удивляются некой загадочностью произведения Пушкина. Это говорит о том, что у Пушкина всегда есть некий второй из них словаря. И то, что Пушкин писал как бы о своем поколении, но есть же фраза Бердяева, что на такое явление петровских времен, как элита управленческая в своем мировоззрении раскололась и ушла от народов до такой степени, что во время французского нашествия мужик одинаково бывал в Дубасе, как французского, этого легионера там или как его, так и русским попадалось, которые болтали по-французски. Особенно это в партизанском движении. То, Бердяевский сказал, вот на этом явлении раскола мировоззрительства русский народ ответил явлению Пушкина. То есть Пушкин должен был собрать через 5-6-7 поколений на эгрегориальном уровне совершенно новую общность, о которой Бог и сказал. Появится некий новый человек. Лет через 200. То есть если говорить вот 200 летит Пушкин, мы станем сейчас на пару лет. Поэтому вы видите сейчас в прессе не случайный интерес, большая полемина вокруг Пушкина. Что там, как, почему. Но всякая трактовка Пушкина, вы видите это по телевидению, газетам, она всегда опускается на уровень, ну, вы говорите, еврейской велики. А что у еврея? И евреи это одна, единственная общность, которая свое родство ведет не по отцу, а по матери. Вот теперь вы можете понять, почему Сталин пересажал всех членов Политбюро, жжен всех членов Политбюро, они были еврейские, после войны, чтобы не мешали управлять государством. Надежда Алилуйева тоже была связана с этим кламмом. Решено было свыше. Вот в этот серьезный период, в этот серьезный период в России, в период смены отношений того на чистот, обязательно свыше предопределено было, должен был появиться человек, который был бы концептуально дисциплинирован. Который не мог еще огласить концепцию общественной безопасности, до которой дисциплинированно проводил его жизнь. Но обратите внимание, что после убийства Сталина почти за полвека, скоро будет, обществу, бездумно воспринимающему всю информацию, навязали образ деспота и злодея. А теперь задумайтесь, мог ли быть человек, который свою программу всей жизнедеятельности изложить в 17 лет ходил, но над домом-домом, стучась у чужих дверей, со старым дубовым бомбурей, с нехитрой песней сады. А в песни его, а в песни, как солнечный клуб чиста, сияла великая правда, возвышенная мечта. Сердца, обращенные в камень, заставить он пить сумерку. У многих будет он память, уснувший в дальнейшем в тьме. Но люди, забывшие Бога, имевшие в сердце тьму, полную чашу от раунь преподнесли ему. Сказали они, будь проклят, пей, осуши до дна, и песня твоя чуждана, и правда твоя нужна. Вот поэтому прошло столько времени, и происходит нечто, чего не ожидали те, кто навязывали облик злодея. Человек, который изложил в 17 лет очень серьезную, долгосрочную программу, и выполнил ее до конца. Вне зависимости от того, как на это реагировали его ближайшие соратники, соподвижники и враги, такой человек не был в детстве. Это был, мы теперь определяем, объективно верительствующий тип психики. Многие на уровне обыденного сознания способны воспринять, если они действуют только на уровне инстинктов, если у них память на две недели до и на две недели после, они всегда будут воспринимать объективно лидерствующий тип психики как деспота. А что же такое объективно лидерствующий тип психики? Это человек, который в состоянии увидеть объективный общий ход вещей на очень далекую перспективу. И который начинает действовать, если он занимается управлением, дисциплинирно согласуя долгосрочные прогнозы с теми краткосрочными прогнозами, которые имеют его окружениями. Но вся беда в том, что это происходило вот в этот период. Его окружали толпари. Неважно, кто это был, Молотов, Каганович. Они не понимали, они были, не говоря уже о том, что они были под колоссальным давлением своих жен. Сталин был... Для него это была, конечно, трагедия. Но он не мог бы выполнить своей миссии, если бы женщина была рядом. А чтобы пояснить, я вам приведу пример из Белого Солнца в пустыне. Вы никогда не задумывались, почему этот фильм так захватывает всех, все социальные истории. И почему ему не дали никакой пример. Расходят и космонавты, и уголовники, и маршалы, и пожарные, и столевары. И все подпитываются энергией. В этом фильме, вне зависимости от желания авторов, они были всего лишь инструментами, дана такой мощи, огромная энергетическая информация, которой многие вещи приоткрывают. Обратите внимание. Эпизод с Верещакином. Его женой. Верещакин пал жертвой своей концептуальной неопределенности. «Помогать Сухову или не помогать?» Этого нельзя делать в такие критические моменты. Для него лучше бы не выползать из-под юбки жены. А вы видели, как она висла на его руках. И он только тогда принял решение, когда узнал, что Петруху убил. А чем занимался Верещакином? Таможенный. Ваше благородие, господа удача. Да еще в пьяном виде. Вместо того, чтобы осмысленно подойти к тому, что происходит, и принять осмысленное решение, он сам пал жертвой. Вот. Будем говорить, инстинктивно. Инстинктивного давления его жены. Ну, а что вы, его жена? Она, не имея детей, на пороге старости, она осталась в таблице. А Абдулла почему упал? А потому что у него был горяк. Вы в этом фильме не увидите других. Все его, вся его бессмысленная и суетная деятельность кончилась тем, что он у него на ногах, как видите, висел гарем. Это что была любовь? Там есть персонаж, Катерина Матвеевна. Если соотнести с Суховым, то мы можем несколько вариантов увидеть. Если Катерина Матвеевна была бы в роли супруги Верещагина, то она была бы первым, ну что ли, потенциальным покойником. Скорее всего, при той деятельности, которая ввел Суховым. Если бы она была женщиной, которая близко к Шафе Розаге, об этом я еще скажу отдельно, то, возможно, и Петрух остался бы, и Гюльчатай был бы жива, и все, что происходило, имело бы несколько минокрасков. Но, скорее всего, такой фильм бы не получил возможности появиться на сцене. Около Сталина, вот мы, например, кто анализирует эту очень сложную проблему, мы видим только две женщины, которые могли бы, не будучи беременными на ногах, очень сложной миссии, вот в этом периоде смены логики социальных людей, это Дева Феврония, сказание «Мидим Градий Китич». Все знают об этом? Что это была за женщина? Ну, либо рожа. Это единственный образ в русской классике, который осознанно ввел по женской линии тоже принципуальную деятельность. Ну, либо Пушкинская Татьяна. Вот других нет. То есть я говорю не о реальной жизни, а о том, что было создано в русской литературе. И обратите внимание, на всю вообще историю вот этого вопроса существует всего лишь одна тысяча, одна ночь, где Шах Розада была приговорена после первой ночи Шахриаром к смерти. И за тысячу ночей она смогла от деспотичного типа психики вывести его на своими сказками, на объективные, не исключая тип психики. Но среди всего мужского окружения, которое было в районе царицы Клеопатры, не нашлось ни одной Шах Розады в брюках. Все спокойно положили голову на плаву. И нам, конечно, наша культура сейчас вот в том, как она реально существует, что во многом мужчины, которые занимаются управленческой деятельностью, являются рабами вот этих инстинктивных половых лечеб. Потому что, что бы мы ни говорили, я вас предупредил, тема очень необычная, говорить о ней тяжело, писать еще тяжелее. Но во всяком соотношении статистики массового ювелия и противостояния, есть ведь тандем мужчин и женщин, а есть и противостояние. В чем противостояние? Вот встречается молодой человек и девушка. Они имеют чисто физическое величие в себе. Но у каждого есть какая-то программа, чаще всего неосознанная, на свою будущую жизнь. Что происходит? Соотношение. Парень, например, думает, там лет на 10-15 стройный период, девушка думает, ну, на полгода, по крайней мере, период. Когда кончилось период сексуального лечения, вот эти два, мы говорим, долгосрочные и краткосрочные прогнозы объективно столкнулись. Развод. Мы не понимаем друг друга. Почему они вот этого и объяснили им состояние? Потому что туда лазят неприятно. Ведь здесь бывают не только девушки, здесь бывают парни. Сколько угодно. Особенно теперь, когда не поймешь, где в школе, когда при совместном обучении, что там выходит. Девочка в штанах или мальчик? Даже отличить иногда невозможно. Потому что вот это воспитание, плюс в школьных и совместном обучении стираются вот те вещи, которые здесь в культуре. Культура – это порождение разума. И в объективной культуре, поскольку культура двуполая, кроме прав человека, как нам навязывать вообще, из того, что я вам рассказал, должны быть права женщины-матери, особо оговоренные законом, исходящими из определенных традиций, и права мужчины-отца. Потому что обязанность отца – определить, решить вопросы благосостояния семьи, поддерживать это благосостояние. Он просто обязан смотреть чуть дальше, чем женщины. Но вот эти вещи, они сталкиваются. И вот в этом конфликте, статистическом конфликте, который в массе, всей массе, вот если взять, мы мыслим категории менее России, по-прежнему Советского Союза, у нас было соотношение примерно 52% из 300 миллионов женщин, и где-то 48% – мужчин. Это конфликт. Это конфликт сей западной цивилизацией. Он, к сожалению, сейчас настолько встал остро, что он, ну, оказывает уже давление на биосферу, или человечество, или биосферу. Культура, как фактор окружающей среды, оказывает, как среда, оказывает давление на систему. Человек, это, как я говорил в прошлой лекции. До тех пор, когда соотношение частот, низкий, высокий, вот этот человек биологически подстраивается. Как только соотношение изменилось, либо гибнет вид, либо вид изменяется, корень изменяется, качественный интеген. Вот мы сейчас к этому идем. Это и будет стабилизацией численности на себе. Все определится действительно где-то к 2035 году. Если говорить еще, я хочу, чтобы вы поняли, мы учились различальными. Объективный лидерский тип психики, я хочу еще вернуться, с деспотичным, с деспотом. Наиболее вот хорошо и понятно это дается через суфийские сказки. Вот там был такой фудайл им айд, бывший разбойник, который стал суфием, он жил в 9 веке. Был гарун аль-Рашид, ну, известный государственным гейтем, в этом исламском мире. Вот он собрал всех мудрецов и хотел постичь мудрость, но сказали, что если куда, он сам к нему пошел, ну, и говорит, есть ли кто-нибудь, кто отрекся от реальной жизни больше, чем ты? Он говорит, гарун аль-Рашид, ты отрекся больше, чем я. Ну, почему? А потому что ты отрекаешься от далекого будущего во время сиюминутных целей, потому что ты стремишься властвовать миллионами, просто ублажая свое тщеславие и тщеславие. А я отказался вот от этой сиюминутной цели во время будущего. Поэтому ты хочешь отрекся. То есть, он фактически продемонстрировал, что есть объективно лидерствующий тип психики, мне он говорит, не важно, что обо мне подумать, есть деспотичные тип психики. Вот сейчас придется с этим разобраться, потому что происходит качественное изменение в общественном сознании отношений к старту. Вот та фраза, которую написал один француз, Сталин не ушел в прошлое, ведь он растворился в нашем будущем. Вот этот француз неосознанно этой формулировкой объяснил, что Сталин был объективно лидерствующим типом психики. Уверяю вас, если бы Сталин был примитивным деспотом, никто бы сейчас не обсуждал проблему вообще связанной с периодом его проведения. Не было объективным деспотом. Объективный деспот оставляет после себя счета в банке, кучу недвижимости, которым могут пользоваться. Еще все его родственники. Сталин не оставил своим детям ничего. И гардероб его даже, вы знаете, был пуст. Потому что он не показушно, а искренне заботился о будущем России. И он, что бы о нем не говорили, теперь все уже это осознают, уже на Западе стали об этом говорить. От лапотной не надо говорить, что Россия там просветала, просветали где-то 10% населения, а 90-85% жилевых. В таких условиях, что не дай Бог вас туда обратно кого-то не дадут. Но он вывел державу и подготовил вот то благоденствие, которое мы пользуемся сейчас. Он создал мощнейшую индустрию, которая сейчас с таким остеренением разрушает демократику. Поскольку он создал совершенно новый, определенный тип экономики, я уже рассказывал, не буду повторяться, что значит было тогда снижение цен. Когда каждый мог, каждый на своем месте, он был уверен в своем будущем. Поэтому я вам изложил только первую половину, потому что мне интересно было на вас посмотреть. Сейчас идут очень интенсивные исследования в этом вопросе. И при очередном моем приезде, может быть, в сентябре или в октябре, мы расскажем, доложим вам и вторую часть вот это очень серьезная вещь. Потому что с этим предстоит сейчас столкнуться не только в направлении России, а с чем ближайшее поколение, последнее, третье, обществу в целом придется изживать матриархат на уровне подсознания. Что это значит, если перевести вот на язык, который мы с вами говорили, научиться контролировать свои инстинкты разумом. А это не так просто. Это и будет приход человека к тому, что он предопределен стать человеком разумом. Это очень серьезная проблема. Кому-то молодежи, которые здесь сидят, они все доживут. Это будет очень болезненные, очень серьезные перемены. Мы постараемся завернуть в это будущее, по крайней мере, вот так, на поколение и ближайшее время этот рассказ. На этом я сегодня хочу закончить свое выступление и понимая, что я дал себе очень много для вас скорбой информации, я готов ответить в оставшееся время на любые ваши вопросы, не связанные. Я здесь редко бываю, раз в два месяца, не только с этой лекцией, а с теми вопросами, которые у вас возникли при чтении нашей литературы, газеты. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 приготовьте вопросы, я вообще наоборот. Так, слушаю. Вы сделаете укор на эротический фактор развития человечества. Я сказал, паранодействие эротика это разные вещи. Пусть будет парня. Пожалуйста. Это очень важно. А разрешать эротический сексуаль. эротический паранографический можно? Вопрос давайте только договоримся. Давайте не длинный вопрос, короткий. И я буду отвечать кое-что. Есть другой, более важный фактор. Или равный фактор. Фактор, который указывает еще древнее, который указывали. Фактор развития человеческого общества. Фактор питания. Какое питание? Солофак или фиталфан? Все. Нет, вы очень длинно. Вопрос непонятен, я отвечаю. Я отвечаю. Все понятно. Не надо разъяснять. Одну минуточку. Давайте договоримся. Давайте договоримся. Вот вы сейчас наблюдали. Вопрос я понимаю, иногда сложно сформулировать вопрос, но лучше не подумайте и покороче вопросы. Я буду стараться так же кратко отвечать. У товарища вопрос такой. Сексуальный фактор или фактор где-то рождения или инстинкт продолжения вида и питания. Как они соотносятся? Отвечаю. Потому что фактор питания обслуживает, только обслуживает инстинкт продолжения вида. все. Пожалуйста. Сексуальный считает, что женщине превалирует только инстинкт и инстинкт и инстинкт и инстинкт и есть ли вопросы в жизни, в которой находятся компетенции женщины, где бы она стояла выше мужского существа? Вопрос понять. Когда я вам сегодня докладывал, я брал массовую статистику. Я не сюда вот, не сюда, в основном вот здесь. Вот здесь если взять 150 миллионов мужчин и женщин, то соотношение зацитренности массы у женщин передоказывал объективно через деторождение. Потому что женщина через деторождение она просто вынуждена действительно краткосрочными прогнозами руководствоваться. Где достать питание, как накормить ребенка, выкормить его, где у нее время, вот особенно в этот период беременности, деторождения. Когда вы говорите мне а есть ли? Я говорю есть. Есть. Я назвал. Отсюда рождается субкультура, если мы говорим о управлении женческая, субкультура в общечеловеческой культуре. Я назвал субкультуру и назвал это гетеры, гейши. Не надо то есть знаете ли вы что такое гетеры? Гетеры это ну надо объяснять это или нет? Это не гейши. Это не каждая женщина может стать гетерой. Вы отвечаете конкретно на мой вопрос. Я задал вопросы в социальном аспекте, а задал в общем аспекте. Вы мне задали в индивидуальном. В социальном аспекте я могу сказать, что здесь тоже у вас странная позиция. Если женщина не встречает женщину, то женщина и сестры должна заняться бытовыми проблемами и если она еще при этом проявит социальную активность, которую должен проявлять мужчина, то это опять-таки только ее положить. в плане не надо сейчас стоп. А меня интересует общий. Есть ли такая сфера в жизни деятельности человеческого организма на духовном, душевном, телесном уровне, где женщина находится выше мужчины, ибо я глубоко уверен, что она есть и что без женщины не свершается ни одно научное открытие. Я специально показал здесь женщины присутствуют. Есть ли женщины? Есть, конечно, женщины. Есть, есть, которые и долгосрочные прогнозы, у которых развитые интуиции. Конечно, есть, кто-то будет спорить в огромном количестве. Либо мы будем обсуждать социально-массовые явления, либо мы будем говорить, а вот есть ли такие? Да есть, всякие есть. И женщины есть, всякие. И мужчины есть, похожие на женщин. И женщины похожи на мужчин. Есть ли, извините, федерасты, есть ли гомосеки. Все у нас есть. Нет, все я вам ответил. Вы поняли, о чем я вам сказал? Еще вопросы? Пожалуйста. Давайте, давайте. Мы не пробовали анализировать фактор агрессивости поведения человека как ведущая часть определяющей специальной жизни. женщины. активность – это следствие. Я начал говорить о чем? Что активным, то есть мужчина всегда отвечает на, если на видовом, можно ли говорить, женщине. Он ответ, он вторая сторона. женщина в этом смысле является активной, хотя это не любит в общем-то обсуждать. Она может принять ответ на вызов, может не принять, это ее дело. Но мужское влечение всегда есть следствие женской активности. И здесь это очень такой тонкий вопрос. Ведь мужская мода, вы посмотрите, это так, какой-то некий камуфляж на женской моде. Поэтому, если вы имеете в виду вот агрессивность и полов, это одно. Да, конечно, они есть, но это неосознанная агрессивность. Если вы имеете в виду вообще действия в людях агрессивность, конечно, есть. Кто же об этом говорит? Чем эта агрессивность может вызываться? Но это другой вопрос. У каждого свой есть вопрос. У кого Китания, у кого он Благодержавие. Может быть, как раз преодолевать материал не с помощью разума, а с помощью благодержавия. То есть, если женщина начать кормить благодатью Божьей, то она и преобразуется как олимпийцы, олимпийские боги тогда. И тогда нужно отработать, что такое благодать Божья, гектар, агрессия, то есть, вот это вот. И россиянин на 62% начинает отвечать. Вот я назвал иерархию, инстинкты. С этим вы, наверное, согласны? Выше разум, еще выше интуиция. Думаю, что все с этим согласны. Еще есть выше этого Бог. Поэтому, но есть одержимое, что мы называем сатанизмом. Поэтому все это имеет место, и даже социальные автоматизмы, которыми мы руководствуемся при конкретных жизненных ситуациях. Так ведь? Часто мы многое до уровня автоматизма довольны. Все это есть, от этого никуда не избавиться, но все это не должно вступать в конфликт с иерархически высшим объемлющим управлением. В частности, не должно вступать в конфликт с диосферой. И главное избегать одержимости. То есть вот прямого сатанизма. А благодать Божия, ну, естественно, в этом-то, если я свой вектор цели, как по-науке, начиная согласовывать с вектором цели иерархически высшего объемащего управления, тогда и Божия и так на меня сойдет. Да, пожалуйста. Можете ли Вы четко сказать на основании статистики, хотя, как говоришь, статистика это есть ложь, и большая может, есть еще и статистика, когда ожидается, что сатанин окончательно победит человеческий Бог, держатель человека, то есть число особей домоориентации будет превышать тех, которые могут задавать вопрос. Это означает. Вопрос понятен. Мы сейчас интенсивно работаем, мы сейчас поднимаем именно всю статистику мировую, мы пока видим, что западная культура, эта культура действительно паразитизма, деградирующая, так они хотят ограничить численность населения, но это не в их компетенции регулирование численности населения свыше, идет от иерархически высшего объема еще правления, и они породили вот это гомосексуализм и так далее. Я уже сказал, значит, это искусственный фактор культуры, искусственный фактор среды, который, как фактор среды, оказывает, естественно, на человечество, на систему. Теперь правильный вопрос задан. сможет ли человечество преодолеть вот это давление искусственного фактора среды, будем говорить, бисексуально, что-то нет. Мы считаем, что сможет, это произойдет. То есть уже начался, идет процесс социальной чистки. Я об этом говорил на прошлой лекции, но мы не могли привязать, к чем это связано, и сейчас это сознаем, как с сживанием матриархата, с уровнем подсознания. Поясняю. На пятом приоритете оружия геноцидов, что такое алкоголь? Женщины, внимание, мужчины, которые потребляют алкоголь, у них активизируется то, что должно быть естественным. появляется неосознанная реакция выползки из-под давления. Ответ метод сообразим на троих и вне дома. Уловили, о чем я говорю? Конечно. Я понятно сказал или понесли? Понятно. Спасибо. Вот это только первый момент. Сейчас сгружена вся продукция наполовину отравленная. Желающие пить, пейте, но будьте готовы, чтобы проснуться завтра в каналах. Идет процесс объективный. Все эти самые там жидомасоны всего лишь инструмент этого дела. Кто там наживается на курительной церкви наша первое место занимает по распространению наркотиков. Я имею куда дальше? Куда дальше? Но надо иметь в виду эту я редко понял, что Льва Толстого и Соловьева отлучили от церкви, потому что они были единобожники. Валерия Порохова, переводчица Корана, об этом прямо сказал, по молчанию наша церковь против единобожия. задумайтесь над этим. Но я заговорил о процессе социальной гигиены. Сами не понимая Запад через вот это гомосетов и так далее подготавливает свою культуру тоже к социальной числе. Вот вопрос ваш был только во времени, эта статистика покажет. Рост мы разбираемся с этим, думаю, что буквально в ближайшие 2-3 месяца за утром. Владимир Михайлович, а вот как Вы считаете, если беременная женщина, у нее нет различения полос подсознания, это влияет на появление вот все-таки вот этих гомосексуальных наклонностей? Вопрос подключен. Значит, для того, чтобы вообще этот вопрос действительно очень тонкий, не знаю, читаете ли вы все Фрейда? Вы читаете. Собственно, ведь этот комплекс, на котором он нам по-моему сказал, что все это взято из фрейдизма, якобы рождается мужчина, который готов убить своего отца, там совокупление своей мать. Все это вытекает из одного мифа об Эгипте. А есть такой Эммануил Великовский, сын Равина, который написал Эгипп их на то, у нас эта работа была вообще запрещена, сейчас она появилась, где он поносит Фрейда, как не исполнил свою миссию, а какая была миссия, не сумел довести дело до конца, то есть показать, что Эгипп комплекс, вот то, что мне задал вопрос, это естественно еще в период, когда мать как бы вне полового видения у нее, и она вот может родить бисексуал, ничего подобного этого нет. Природа, природа сильнее, это все навязано в культуре, и у них проблема другая, столкновение культа культа Атона и культа Амона, встречается с мужчиной, дракон убивает своего отца, первое сбывается предсказание, а второе, женишься на своей матери, женишься на своей матери, народ, поскольку перед входом Фивы сидел сфинкс, который загадал загадки, Эгипп разгадал загадки, он становится царем, женишься на своей матери, ну там еще дети рождаются, в общем, это вот такая законсонность. Миппы создаются иногда целенаправленно, чтобы потом соединить и приписать уже подсознание через многие тысячелетии, когда они забудут, Эхнатонии типа одно и то же. Вот так они мстили Эхнатонии. Почему? Потому что это очень узкая вещь, потому что во времена 10-го фараона 18-й династии 1375-й год до новой эры это было нормально, это не было изрядовом выходящих, когда в жреческих структурах, а многие фараоны были жрецами, брат на дочери, внутрисемейные браки. Почему? Не было письменной культуры. Многие знания, особенно о магии, передавались через генетику. Вот это все они выпускают. Вопрос, я говорю, что он очень такой непростой, но ответ такой, что это надуманное и внедряемое через культуру, письменную культуру, чтобы женщины, которые конечно приют беременность, они несколько иначе смотрят на мужчину и женщину, вот подумали ничего подобного. Но индуктивно ведь идет. Индуктивно идет, ведь если у женщины нет, от разума. Нет, инстинкта от разума. Да, Значит, по Рейрихам, Рейрихам, кого сегодня вымирали, сегодня существует такое положение, момент, что считается вообще, те последователи Рейрихам, что сейчас вот скоро наступит новая эпоха. То есть мы перейдем от человека разумного к человеку духовному. Вот вы по своей, так сказать, по вашей теории представлении и эталонных частот, вы говорите, что наступит эпоха человека разумного, что мы сейчас переживаем эпоху полуживотного состояния. Вот есть тут какая-то разница в духовный человек разумный. Вот как тут можно объяснить? А вы спросите у Рейрихов, что они понимают? Духовный да, потому что у нас есть с ними, мы не хотим сейчас вступать с ними в болезни, в принципе, но нам есть, что им ответить. Они боятся с нами разговаривать. Мы пожалуйста, мы открыты. Я не хотел бы сейчас здесь дискуссии, но если я не ответил, что они понимают по человеку духовному, мы знаем, что интуиция будет настолько, что разум будет помогать расшифровывать информацию, которая будет идти. реальный человек, каждый будет ощущать необыкновенную мощь и осознание себя частью целого, в общем, понимаем, духовность, гармоничного целого. Вопрос. Вы сказали, что у Сталина гений был прозорливости, как этот гений увязывается с голодом 1933 года и поражением в начале войны? Значит, я вопрос абсолютно простой. Во-первых, если вы думаете, что Сталин был полноволазным правителем в стране, то тогда сегодня Ельцин тоже полноволазным правителем в стране. Это первое. Второе. Насколько Сталин мог контролировать вот те процессы, которые погодят. Сейчас даже в статье уж там на что советская Россия такая троцкистская газета и то она показала. А разве голода не было у нас в 910 году? А разве у нас не было голода покруче в 1898 году? Разве у нас не было ни урожая в те голодные годы? Зачем же? А кто у нас руководил сельским хозяйством? И мог ли Сталин? Сталин еще одерживал это. Но это только одна. Другое дело, если бы Сталин пошел на поводу у тех, ведь что получилось, ну это целую легкую читать, что получилось после того, как взяли большевики власть в свою жизнь? А 20 с лишним миллионов безземельных остались крестьян батраков. Вы что же думаете? Прошла революция и без лошадных. А что им делать? Продолжать батрачить? Им говорят, вы люди, вы в Новый пришли. Это уже была заряженная конфликтная ситуация. Мы были страной общинно умышленной. Сталин прозорливый успел спасения только колхозов. Иначе продолжение перманентной революции. Кровавые и лучшие кулака постричь, стригли, а я сейчас смотрю вот далее. Я вот смотрю опять вот из этого. У меня там полдомика от бабушки осталось там в деревне. Я посмотрел к тех, кто выжили. Это настолько, как они сейчас проснулись. Вот это вот звериное, вы говорите, он все готов сожрать вокруг. А эти, чтобы драки были не люди, Сталин взялся за управление. Как разрешать? Пустит на самотек как кельца? Пусть сильные пожирают слабо. Он был прозорливым, действительно. Он разрешил проблем все другое дело, что помните, как в домике в Коломне Пушкина. Вечно все пересолили. Везде во всем уж как-нибудь подгадят. Уж если коллективизация, так, дупор завернули. Всех и женам в обществе, и детям в обществе, что Сталин этого хотел. А вы что, не видите, сколько было этих проблем? То есть, мне кажется, уж вы, как человек, я чувствую, либо вы хотите, чтобы я по этому поводу немножко по... или вы реально хотите, чтобы я ответил? Мне кажется, что это вопрос понятен. По войне, ну это уж сейчас только документы, если бы Сталин, да знал его, если бы он только сделал первый шаг и упредил этот тот, что от него ждал весь Запад. Западу хотелось объединиться, объединиться, Англия была в состоянии войны, Франция в состоянии войны, Америка сохраняла нейтралитет. Мы представим, что не 22 июня, а 20 мая Сталин бросает дивизии на Германию. Что бы мы получили? Мы получили бы такой кулак. Англия тут же бы объявила войну Советскому Союзу, тут же заключила бы сепаратный мир с Германией, Франция уже и так была, Америка вступила бы в войну, вот что бы мы получили. Так где эта прозорливость? А суметь, суметь Сталину сделать невероятное, отключить Японию и стравить с Америкой, вот где талант. Вот невероятное что. еще вопросы? Какие-то мужчины там припортовывают. Большое вам спасибо за вашу судьбу, потому что вы вдохнули дух в названии Богодержавия. Вот эти основные концепции, которые были, они не касались биоэнергетики, и вы наконец-то коснулись. но теперь вопрос такой, правильно ли я вашу лекцию чувствую? От энергетики человека к энергетике семьи, дальше энергетика рода, энергетика человечества всего. То есть вы сейчас коснулись только на одного вопроса, по энергетике семьи. Правильно? Я понял вас. Есть энергетика космоса. Нет, правильно. Есть энергетика биосферы. Есть энергетика человечества. Есть энергетика этноса. Есть энергетика нации. Есть энергетика племени, народа, семьи и человека. Сами выстраивайте иерархию. Это ваше правило. Нет. И Шапик будет. Что это выражает? Мы считаем, мы считаем, если я не могу обеспечить права на уровне государства, я не могу обеспечить права человека никакая, я понимаю ваш вопрос, я хочу сразу всем сказать, я знаю, товарищи мои, нам рассказывают сюда, это хорошо, что сюда приходят очень много людей с выступлением, лекцией, докладами. Обратите внимание на одну особенность. Наши, в отличие от всех остальных, все кандыбы, там, рерихи, все занимаются только индивидуально, энергетикой человека. Вот пусть человек сам себя и совершенствует, тогда все совершенствует в целом, мы говорим, нет, человек часть целого. И время разбрасывать камни закончено, пришло время камни собирать. И вот этот рисунок и говорит об этом. Потому что сейчас правильное освещение социальных процессов наша концепция называется концепцией общественной безопасности, а не национальной. Нельзя сформировать концепцию национальной безопасности, если вы не найдете даже нигде единого согласованного глиминации. А каждый по-своему понимает. Да. Вот герцог, например, евреи понимают, нас это группа людей, которые объединяются под воздействием общего врага, мафии, тоже общность, хорошо. Приоритеты здесь стоят четко. Если человечество или некоторые из его особей, которые живут вот здесь, разомнили, что они венец на природе, то кончится, и мы это покажем, скоро очень убедительно. Осталось действительно поколение, но мы в отличие от хаталлора все будут сейчас погнетать. Погибли, погибли, от Кургиняна, главный эсхатолога, и всех западных, мы все погибли, мы покажем выход. Но если человечество разомни, что оно венец, на голове природы, то природа сбросит венец и растолочь, и правильно сделает. Значит человечество тогда не сможет выбраться из своего инстинктивного полуживотного состояния. Но мы верим, что во-первых, была некая культура биологическая, которая, видимо, не оправдала себя. Почему? У человека больше рецептов приемных восприятий окружающего мира. Сейчас все экстрасенсы, которые здесь есть, кто сразу трански говорит, да, есть много рецепторов, которые сейчас у нас недоразвиты. Но когда эти рецепторы изначально были, видимо, даны человеку, то в силу того, что люди рождаются ранее, очень быстро определенные группы людей с использованием вот этих недоразвитых рецепторов вплоть до чтению мыслей в окружающем быстро превратило, создало клан и превратило всех остальных рамур, веро. Читайте, час века, там об этом все показано. Иван Антонович Ефремов великолепно это описал. Но такая цивилизация космосу не нужна была. И вопрос, вопрос сейчас стоит. Выход нашего космоса и общение с сыном цивилизацией совсем не в плане технологии, а в плане этики. За нами у нас представление, у нас есть канал определенный я. Мы можем это видеть. Как пока мы ходим в зверинице, смотрим на животных, так же и за нами смотрим. Как вступаем мы в контакт с этим или все-таки стараемся за решетки погладить. Вот и с нами так. Если мы решим эту проблему, проблем технологий не будет. Этот приоритет стоит над этим. Сумеем здесь понять и разобраться, а я вам только один пример приведу. Вот газета «Комсомольская правда» от 25 марта этого года дает, то есть вы увидите, есть такие, это люди, которые явно даже нас не знают, скорее всего, не читают, но вы увидите, как идет тихо, незаметно, под фоном этой всякой подковерной борьбы за власть нас это сейчас мало волнует, а вот это волнует. Это 25 марта этого года, «Комсомольская правда». Что будут студировать студенты 21 века? Собрались ученые, вдруг приходят к выводу, учебники, по которым сейчас студенты не отвечают требованиям времени. Учебники будут в 21 веке совсем иные. Какими же они будут? Они пишут первое, они будут всегда написаны коллективом авторов, которые имеют знания не только в узких профессиях, но во много пробивыми. Второе, эти учебники должны быть анонимными, потому что каждый ученый сейчас протаскивает свою линию с себя, чтобы вот... И третье, эти учебники должны формировать общее образовательное пространство не только в России, в странах и СНГ, но и во всем мире. Теперь посмотрите на наши книжки. Они написаны коллективом авторов, обладающим всем спектром профессий. Они анонимные, никто из нас не выпячивает свое «Я». И вот сегодня уж очень хотелось там вытащить там... Ну да, я могу, но есть люди, которые со мной работать, они не могут выйти к нам. Есть вот решение. И методология, достаточно общая теория управления, она позволит сформировать единое общеобразовательное пространство. «Сталин» был в духовной связи не только с Глубжием, это человек. Вы просто ставите вопрос о воле ученика или учителя. Ну, если говорить о Глубжиеме, мы знаем его историю. Учитель-то был, да, но он не участвовал нигде в управлении государством, он никакому обществу не позволил и не помог избавиться от многого того, чего помог сделать Сталин. Можно говорить, если и был, для нас это не принципиально, потому что Сталин, по нашему представлению, много превзошел в Глубжием, ведь быть, войти в объективный лидерствующий тип психики, это не только заниматься самоублажением, вот как я могу учеников своих, как этих, шпынять и учить, да, он там очень был жесткий учитель, не в этом дело. Как применить знания, которыми владел Гуржиев, для того, чтобы решить острые социальные проблемы, которые уже стояли вот в это время, когда Гуржиев не пошел решать эти проблемы. Сталин их решал. Вот и вся игра. Так, еще вопросы? Пожалуйста. Если вернуться к роли мужчины и женщины в нашем обществе, согласны ли вы с объективным положением, что в эволюции человечества роль мужчины сводится к поиску нового, а роль женщины к закреплению лучшего? Я тебе показал нацеленность сюда, это всегда поиск нового здесь. А женщины через продолжение вида так или иначе закрепляют животные. генетическое и можно выгиблять лучше, а также женщины выбирают все-таки лучше. Видимо, так, иначе бы прогресс был в этой стороне. Давайте еще у вас эти вопросы так, так вот на площадке давайте посередем. Возвращение социальная причинно-следственная связь между миром и антимиром, если вы исследовали эти вопросы. Причинно-следственная связь между миром и антимиром шкалените в зеркало и посмотрите, как они выстраиваются и вы сами скажете. Так, ну давайте поблагодарим Владимира Михайловича. Спасибо вам. Спасибо.